Ко вторичному толщению корня мы будем обсуждать, как это, что это. Естественно, будет много вопросов к вам, потому что я буду давать срезы, и вы должны будете мне рассказывать, что и что. Поэтому приготовьте свои говорилки, микрофоны и так далее. Ну а прежде чем приступить, давайте повторим, что наш корень в продольном разрезе, на протяжении своей всей длины, неоднороден, имеет разное строение, и, собственно, мы говорим о том, что у корней есть определенные закономерности продольного строения. Все начинается с корневого чехлика. Соответственно, корневой чехлик представлен клетками, ну в частности, он может быть представлен клетками колумелы, но не все клетки корневого чехлика – это колумела. Колумела, по-моему, позволяет поддерживать гравиотропические векторы и так далее, плюс клетки корневого чехлика слущиваются, образуют всякие слизи, выделяют вещества, все это формирует ризосферу, бля-бля-бля, все замечательно и прекрасно. Ровно под корневым чехликом, давайте посмотрим на этот кружочек, у нас находится корневая пекальная меристема, которая отделяет от себя энное количество клеток, которые в дальнейшем, переходя в зону роста и растяжения, начинают постепенно дифференцироваться в ткани. Какие меристемы дает корневая пекальная меристема? Это прокамбий, который будет образовывать фаскулярные элементы, это основная меристема, которая будет делать бронхимопервичные коры и эндодерму, ну и, конечно же, снаружи это протодерма, которая будет образовывать ризосферу. После того, как у нас тут не очень явная анатомическая структура, мы переходим в прекрасную шикарную зону всасывания, там, где находится у нас ризосфера с проникными волосками, все прекрасно замечательно и, собственно, здесь происходит первичная дифференцировка. Но она не окончательна, потому что как только мы переходим в зону повыше, где уже не происходит всасывание, то ризосфера у нас меняется экзодермой, и там начинают происходить дальнейшие изменения. Это будет связано со строением эндодермы и со строением, соответственно, наружной покровной ткани. Ну а в дальнейшем наша прекрасная зона образования боковых корней, и тут решающую роль, конечно же, играет наш перицикл, который будет давать начало, ну, подавляющее большинство растений будет давать начало боковым корням. В какой момент начинает происходить вторичное утолщение? Ну, во-первых, давайте вспомним, что вторичное утолщение свойственно для голосеменных и двудольных, все остальные так не делают. Когда нужно утолщаться? А тут все зависит от того, где ты живешь. Если ты живешь, например, в нашей полосе, то как минимум на зиму ты должен сделать обязательно перидерм. То есть если ты не собираешься умирать зимой, то ты на зиму должен одеть себя перидермой. И неважно, внизу или наверху, то есть корень, стебель, прожить с живой покровной тканью зиму в нашей полосе очень сложно. Правда, сейчас в Москве такая зима, что можно и без нее обойтись, но тем не менее вот сейчас, например, обещают, что эта зима будет с постоянными скачками температуры через ноль. То есть будут сильные похолодания, а потом и довольно резкие оттепели. Это на самом деле очень страшно, потому что некоторые растения могут подумать, что о, весна пришла, ребятки, давайте там заново тусить и так и далее. Это очень опасно. Но тем не менее для того, чтобы в момент сильного похолодания не расстаться со всей водой, которая есть внутри тебя, тебе снаружи нужна перидерма. Поэтому все, что касается высшей зоны всасывания, обязательно должно одеться в перидерму. Нижняя часть, вот тут, конечно, вопросы. Тут есть другие защитные протекторные механизмы, потому что если ты живой сосущий корень, ты обычно живешь один год. К концу сезона у тебя нет никаких зон. Все это равномерно, более-менее равномерно и прямолинейно покрывается перидермой, потому что, еще раз скажу, не нужно потерять воду. Если же ты двудольная или голосеменная, то, может быть, в конце же этого вегетационного сезона ты приступишь ко вторичному утолщению. Но тут все индивидуально. Итак, с чего начинается вторичное утолщение? Как вы понимаете, мы с вами находимся в зоне центрального цилиндра. Скажите мне, пожалуйста, зайки мои, и тут вам нужно включить микрофончики или поднять руку, какие ткани будут входить в состав центрального цилиндра? Филема, флоема, камбий. Ну, есть паренхема, может быть. Еще. Не путай, зайка моя, с проводящим пучком. Проводящий пучок – это проводящий пучок, а центральный цилиндр или стелла – это другое. Может быть, ксилема, флоема и… Кирилл, нет. Давай, Ксения, ксилема, флоема. Ксилема, так. Ксилема, флоема и перецикл. Так, хорошая гипотеза. Мария первая подняла руку. Давайте, Мария. Ну, получается, в центральный цилиндр входит перецикл, ксилема, флоема и паренхема. Да. Четыре всего. Да, совершенно верно. В принципе, да. Все верно. Итак, как только мы заходим за эндодерму, все, что под эндодермой, является центральным цилиндром. А там у нас находится перецикл, который окружает. Здесь, в данном случае, на этой фотографии довольно сложно понять, где тут эндодерма, но мы предположим, что эндодерма – это вот что-то вот это. Вот как-то вот оно так. Ну, тут сложновато с этим. Значит, эндодерма, а под ней перецикл, ксилема, флоема, паренхима, ксилемы, паренхима, флоемы. Да, Настя об этом говорила. Да, это правда. И камбий. Значит, если мы говорим про первичное строение корня, то понятно, что в центральном цилиндре никакого камбия нет. Потому что, как мы с вами, зайки мои прекрасные, помним, первичные ксилемы и первичные флоемы формируются из прокамбия. А клетки прокамбия полностью перерождаются в клетки ксилемы и флоемы. Здравствуйте, теста не будет. Здравствуйте, Юра. Теста не будет, потому что я решила, что вы на следующем занятии вместе будете писать и про первичное строение корня, и про вторичное строение корня. А так как будет много вопросов, на которые вы должны будете не выбирать ответ, а писать ручками, в смысле впечатывать, и мне придется много проверять, то я решила себя немножечко пожалеть и решила, что это все в одну под один большой тест. Так, продолжаем дальше. Значит, в центральном цилиндре, в зависимости от того, голосемено это удольное, в какой-то момент начинают формироваться камбиальные дуги. Потому что для того, чтобы сделать вторичную ксилему, вторичную флоему, нам нужен камбий. Возникает вопрос, где его взять. Внимательно посмотрев на эту картиночку, я думаю, что вы уже определили, «Сколько архный этот радиальный проводящий пучок?» Итак, «Сколько архный этот проводящий пучок?» Тетра-архный. Да, тетра-архный. А можно чуть подробнее про прокамбии? Роман, у меня была целая лекция, где я распиналась про Меристема. Посмотрите, пожалуйста, то видео, там все подробненько указано. Так, он тетра-архный, совершенно верно. Давайте смотреть. Итак, что у нас с вами здесь есть? У нас с вами есть… Ну, давай, ну, пожалуйста, ну, зайка моя, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Не хочет мой компьютерчик переключаться. Ну, ладно. Так, ладно, давайте вот так. Ну, немножечко зависим. Вот, ура, ура. Значит, это у нас, соответственно, ксилема, и это вы все прекрасно дружно тут поняли. Дальше. Возникает вопрос, где же у нас флоема, и здесь, в принципе, тоже более-менее понятно. Вот она, флоема по краям. Более того, если я сейчас сделаю назад, вы увидите, что флоема у нас здесь очень специфического вида. Видите, здесь такие равномерно утолщенные, такие клеточки пухленькие. На самом деле, это особые клетки флоемы. Вы помните, что у клеток флоемы есть механические элементы. Они называются протофлоемные волокна. И вот как раз протофлоемные волокна выглядят так. То есть на самом деле клетки флоемы – это вот они, да, а это у нас протофлоемные волокна. В данном случае всех вас призываю потом внимательно посмотреть мою лекцию про растительные ткани, потому что, я так понимаю, у всех давно забыто. И у нас остается некий пул клеток, которые в данном случае остались незакрашенными. А почему они незакрашены? Они незакрашены, потому что они на самом деле являются паренхимными клетками. Вот здесь в данном случае я их закрасила зелененьким. И эти паренхимные клетки, ну, принято считать, что это флоемные паренхимные клетки, хотя тут есть две точки зрения. Первая точка зрения, что тут остаются клетки прокамбия, которые потом образуют камбий. Кто-то говорит по-другому. В любом случае место локализации образования камбиальных дуг находится здесь. Итак, ровно между ксилемой, красненькая, и флоемой, синенькая, есть некий пул живых паренхимных клеток. Как они образовались, в данном случае мы уже забили на это все дело. И вот в какой-то момент, когда щелкает мысль о том, что пора вторично удовольствоваться, эти клетки начинают активно делиться. В чем они делятся? Таким образом, что в какой-то момент просто чисто физически утыкаются в клетки перицикла. Потому что, как вы помните, нам-то нужен цельный кружочек камбия. А вот это вот, вот это вот вообще никак не похоже на цельный кружочек. Итак, в какой-то момент они растут, растут, растут и физически утыкаются в клетки перицикла. А мы с вами помним, что клетки перицикла – это живые клетки. Как только они утыкаются в эти клетки перицикла, перицикл такой, что пора, что уже пора, да, да, ну окей, окей. И клетки перицикла начинают делиться таким образом, что в конечном итоге они замыкают эти камбиальные дуги. И у нас получается такой вот интересный выпуклый крестик. То есть камбий полностью охватывает первичную ксиленную анатомичность. И у нас получается, что это, конечно же, еще не кольцо, но у нас полностью замкнутый камбий. Но только у нас получается так, что у нас камбий двух типов. Первый камбий образовался из клеток паренхимы флоемы, и он у нас, ну я его тут красненьким разрисовала, да. А второй, который голубенький, ой, извините. А второй, который голубенький, это камбий, который образовался из клеток перицикла. И у нас получается, что камбий неравномерный, но тем не менее он полностью замкнулся в кольцо. Теперь возникает вопрос, зачем так страдать? Зачем все так сложно? Сейчас мы с вами перейдем на следующий слайд, который, я думаю, что вы все прекрасно видели. Этот слайд, я его взяла из учебника Людмилы Ивановны Лотова. Вот он, этот слайд. Вы его, наверное, все прекрасно видели. Давайте рассмотрим, что же у нас здесь произошло. Итак, вот у нас, соответственно, пентархный радиальный проводящий пучок. Раз, два, три, четыре, пять. Маленькие клеточки, это, соответственно, у нас протоксилема. Не переключился. А у вас слайд не переключился, да? У всех слайд не переключился или только вы? Переключился. Переключился. Да. Ну ладно, хорошо. Так, предположим, переключился. Итак, еще раз. У нас пентархный радиальный проводящий пучок. В краях, то есть в самих лучах звездочки у нас находятся протоксилемные волокна, а более молодые метоксилемные волокна у нас находятся посередине. То есть самые крупные сосуды у нас оказались, первичные ксилемы оказались по центру. Ну, окей, все замечательно. Дальше у нас, соответственно, флоемные элементы, которые чередуются с ксилемами, все это понятно. Дальше у нас начинают формироваться вот эти вот комбиальные дуги. Комбиальные дуги, еще раз повторюсь, формируются из клеток, из паренхимы флоемы. Дальше эти комбиальные дуги начинают расти, и в конечном итоге мы наблюдаем с вами вот эту жутчайшую картинку. Это жутчайшая картинка тоже из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Когда вы забиваете в наш рунет вторичное утолщение корня, вам обязательно это все выпадет. Давайте научимся читать эти рисунки, что же на них обозначено. Нам сейчас интересует только самый верхний рисунок, вот этот самый правый верхний. Итак, что это у нас за звезда по центру, которую я сейчас активно голубеньким раскрашиваю? Это, как вы помните, у нас первичная ксилема. Значит, между первичной ксилемой, между лучами первичной ксилемы у нас находится первичная флоема. Вот она, вот она, она первичная флоема. Вот она. Дальше, как вы помните, между первичной флоемой и ксилемой начинались формироваться комбиальные дуги. Сейчас я возьму другой цвет и сейчас я вам это все нарисую. Начались формироваться комбиальные дуги. Раз комбиальная дуга, два комбиальная дуга, три комбиальная дуга, четыре комбиальная дуга. Но они должны сомкнуться. Для того, чтобы сомкнуться, комбиальные дуги утыкаются в перицикл. Как только они уткнулись в перицикл, у нас комбиальная дуга замыкается. И у нас получается, что у комбиальной дуги, комби, замыкается полностью практически в кольцо, если так можно выразиться, только состоит из двух разных вариантов. Что происходит дальше? Дальше комби наружу начинает откладывать вторичную флоему, а внутрь вторичную ксилему. И у нас получается, что вся вторичная ксилема, где мы, вот выделение, вся вторичная ксилема, давайте уже переключимся на следующую картинку, у нас находится как бы ровно напротив первичной флоемы. То, что я закрасила желтым, это, соответственно, вторичная ксилема. Вторичная флоема оказалась у нас ровно под первичной флоемой. Закрашиваю сейчас я очень, не очень хорошо. Ну и, соответственно, осталось выяснить, почему же тогда эти комбиальные дуги такие разные. А потому что у нас комби будет давать начало разным клеткам в зависимости от того, из чего он произошел. Если у нас комби сформировался из перицикла, то он будет называться межпучковый комби. И этот межпучковый комби под себя и над собой будет откладывать клетки паренхимы, которые потом называются первичный паренхимный луч. В общем, все вот эти паренхимные лучи. Все вот это вот понятно. То есть межпучковый комби никогда не будет откладывать клетки ксилемы или флоемы. Он будет заниматься только клетками паренхимы. Тот комби, который у нас с вами образовался из клеток паренхимы флоемы, будет называться пучковый комби. И этот пучковый комби, как вы понимаете, будет откладывать исключительно клетки ксилемы и клетки флоемы. Соответственно, под себя он будет откладывать ксилему, над собой он будет откладывать вторичную флоему. Что мы в итоге получили? Давайте перейдем к рисуночку D. То есть рисуночек вот у нас. Вот, в общем, к этому рисуночку. Итак, в центре как была, так и осталась звездочка. Здесь, конечно, масштабирование такое себе. На самом деле, когда вы посмотрите на срезы на вторичную толщину и корни, эта звездочка будет вот такого вот размера. Вы ее там с трудом увидите. Итак, вот у нас первичная ксилема. Ровно напротив лучей первичной ксилемы мы обнаруживаем паренхимные клетки, которые будут соответствовать первичной паренхимной лучи. Они будут образованы межпучковым комбием, который у нас образовался благодаря действию перицикла, клеток перицикла. То есть находим первичный паренхимный луч, следуем по нему к центру и утыкаемся в первичную ксилему. Вернее, в луч первичной ксилемы. Дальше. Весь оставшийся объем по центру у нас с вами занимает первичная, простите, не первичная, а вторичная ксилема. Большой объем вторичной ксилемы. Собственно, размер сосудов, то есть дырки, которые вы увидите в районе вторичной ксилемы, будут самыми большими. Да, у меня ксилемы довольно большие дырки, но, конечно же, меньше, чем у вторичной ксилемы. Дальше. Что у нас есть? У нас есть, конечно же, с вами, сейчас я поменяю цвет, как это все делается. У нас с вами есть, конечно же, межпучковый комби, вот у нас красивый, вернее, простите, пучковый комби, который, соответственно, внутрь, как я уже говорила, отложил вторичную ксилему, а наружу, то, что здесь штришками зарисовано, вторичную ксилему. И возникает вопрос, а как вот это вот все, вот это вот гигантское количество всего отличить от стебля? Отличить очень просто. Нужно найти первичную ксилему, нужно найти вот эти паранхимные лучи. Если эти паранхимные лучи строго утыкаются в лучи звезды первичной ксилемы, то это 100 пудов вторичную толщину корень. Потому что здесь вы не увидите ни резодермы, ни эндодермы, вы ничего здесь не увидите. Да, если не знать, куда смотреть, то вторичную толщину стебель некоторых представителей растительного мира от вторичную толщину корня очень сложно отличить. Что нужно искать? Нужно искать первичную ксилему. Нужно искать, где находится первичная ксилема. Вернее, вам нужно найти вот эти вот лучи. Вот эти вот лучи. Куда смотрят эти лучи и где относительно кончиков этих лучей будет располагаться вторичная ксилема. Если она будет располагаться между ними, то это корень. Если она будет располагаться, условно говоря, первичная ксилема будет находиться ровно под вторичной ксилемой, вопросы имеются у вас потому что дальше мы перейдем с вами на картинки вы мне будете рассказывать что и что по тому как это все происходит пока понятно или или что получается корень появился почти два раза не то что в два раза в 3-4 вы как вы понимаете камби может работать очень долго представьте себе такой мессипосичный корешочек первичного настроения и вот такой вот корень сосны от которой вы запинаетесь в лесу кореш увеличивается намного ну как вы понимаете нужно строго соблюдать размерность между мертвыми клетками и живыми клетками поэтому эти паранхивные лучи а что образует пучковый камбий пучковый камбий образует кселе вторичную ксилема вторичную флэму меж пучковый камбий образуют бронхимные лучи а где первичная флэма так смотрим на самый большой рисунок первичная флэма вот она вот она первичная флэма вот она первичная флэма объем первичной флэма по сравнению с объемом вторичный флэма проста минимально так а метоксилема сейчас подождите секундочку а метоксилема для чего получается нужна откуда на так про метоксилена Сейчас расскажу. Я не совсем поняла, как отличить стебель от корней по вторичной ксилеме. Не повторичный, а первичный. Сейчас расскажу. Итак, метоксилема. Сначала поговорим с вами о метоксилеме. Для того, чтобы нам о ней с вами поговорить, нам нужно уйти назад. Пожалуйста, пожалуйста, мой компьютер. У меня у компьютера контры с вот этой штучкой, потому что он, считай, еще главнее, и он не хочет подчиняться вот этой ручке. Ну, бывает такое. Итак, смотрим. Это корень в зачаточном состоянии вторичного утолщения. Что у нас с вами здесь происходит? Если вы, например, однодольные, причем многолетние однодольные, то вы не против того, чтобы питательные вещества от корней к сентрю шли как можно быстрее. Понятно, что чем мельче дырочка, тем скорость протекания жидкости меньше. В идеале сделать дырочку побольше. Но в условиях первичной ксилемы это сделать довольно сложно, потому что, как вы помните, у нас первичная ксилема делится на два типа. Это протоксилема и метоксилема. Значит, метоксилема представлена более продвинутыми с эволюционной точки зрения трахеидами, чаще всего пористыми трахеидами. И просвет сосудов у метоксилемы, просвет, простите, проводящих элементов метоксилемы, будет больше в диаметре, нежели чем у протоксилемы. Поэтому, смотря на этот рисунок, по краям у вас оказываются довольно мелкопросветные проводящие элементы. Ближе к центру формируются более широкопросветные метоксилемные элементы. Потому что формирование ксилемных элементов и вообще воскулярных элементов в корне идет от периферии к центру. То есть метоксилема, так как она закладывается позже по времени, чем протоксилема, и так как она у нас с вами оказалась по центру, то из этого мы делаем вывод, что заложение проводящих элементов идет от края, от периферии к центру. В отличие от стебля, у которого все наоборот. По поводу метоксилемы, надеюсь, понятно. Зачем она нужна? Для того, чтобы быстрее проводить питательный элемент. Если ты многолетняя однодольная, то лучше жить с метоксилемой, нежели чем с протоксилемой. Это просто ограничивает твое завоевание вселенной. Поэтому метоксилема в этом отношении лучше. Но так как ты однодольная, то делать как бы вторичную ксилему ты не умеешь. Поэтому выбирая между метоксилемой и протоксилемой, ты, конечно, выбираешь метоксилем. Что касается того, как отличить вторично утолщенный стебель от вторично утолщенного корня. Сейчас вам сложно это представить, потому что, нет, может быть, вы, конечно, знаете, как закладывается вторичное утолщение в стебле. Но я предполагаю, что типа не знаете. То есть вы типа пока табула раз на эту тему. Так вот, поверьте мне, что для того, чтобы отличить вторично утолщенный корень от вторично утолщенного стебля, вы должны определить три параметра. Первый параметр. Вы должны найти первичную ксилему. Потому что если вы найдете первичную ксилему, и вы поймете, что она располагается как, например, триархный, тетраархный или пентархный, какой-то радиально проводящий пучок, как только вы увидите вот эту звездочку, неважно со сколькими лучами, вы сразу поймете, что это корень. Раз. Ну, например, это выражено не очень. Второе, что вы делаете, вы ищете лучи, соответственно, кончики лучей у звездочки, и вы смотрите, что она располагается напротив этого кончика луча. Если напротив кончика луча дальше от него отходит первичный паранхимный луч, который довольно легко увидеть, то, опять же, это идет в плюс того, что это у вас вторично утолщенный корень. Ну и в-третьих, вы должны посмотреть, где относительно первичной ксилемы располагается вторичная ксилема. Если вторичная ксилема располагается между выемками первичной ксилемы, то это корень. Если же у вас первичная ксилема расположена не единым куском, потому что все-таки радиальный проводящий пучок – это единый пласт ксилемы, то есть между ними ничего нет. А, например, у вас это выглядит так, что вот у вас первичная ксилемка, здесь у вас вторичная ксилемка, здесь у вас камбий, здесь у вас вторичная флоемка, здесь первичная флоемка. То понятно, что это стебель вторично утолщенный, потому что чаще всего у вторично утолщенных стеблей первичная ксилема оказывается сформирована не единым блоком, как в корне, а она отдельными такими вставочками. И между этими отдельными вставочками есть, соответственно, куски паранхимы и так далее. А можно еще раз, где находится межпучковый камбий? Межпучковый камбий, вот он здесь оранжевеньким нарисован, вот он, межпучковый камбий, вот межпучковый камбий. Находим первичный паранхимный луч, вот первичный паранхимный луч. Так, давайте я сейчас уберу все рукописные надписи, потому что я тут уже написала очень много всего. Так, нет, 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 не ластик, пожалуйста. Еще раз, смотрим сюда. Чтобы найти межпучковый камбий, вы должны найти дырки между монолитом ксилемой и флаймой. Где дырка между монолитом ксилемой и флаймой? Вот дырка, вот дырка, вот дырка, вот дырка, вот дырка. Вот здесь же она, вот здесь она, вот здесь она, вот здесь она. А здесь еще ее нет, потому что здесь не деформировано все. А эти дырки условно, они образованы и сформированы клетками паренхима. А эти клетки паренхима образовались из межпучкового кандия. Ну а теперь давайте от рисунков, в смысле, да, от рисунков перейдем к делу. Эту фотографию вы все просто должны знать на зубок. Скажите мне, пожалуйста. Чье это добро? Вот, Машенька, давайте. Ой, не на его. Вы имеете в виду однодольное или двудольное? Нет, понятно, что двудольное, оно вторично утолщено. Это чье, в смысле, что за растение? Тыква. Правильно? Потому что картинка под названием вторично утолщенный корень тыквы – это просто классика жанра. Вот то же самое, как корень ириса. Это классика для однодольных. То же самое, так же, как для вторичного утолщенного корня, корень тыквы – это классика. То же самое, как для вторичного утолщенного стебля трехлетняя ветка липы – это тоже классика. Вот это вот все то же самое, только в цвете, реально. Машенька, не плачьте. Давайте смотреть, что еще. Первое, что мы с вами находим – это гигантские дырки между элементами ксилемы и флоемы. Как будут называться эти гигантские дырки? Расскажите мне, которые я сейчас пытаюсь зарисовать. Это кто? Первичные сердцевинные лучи. Сейчас вступну я тебя. Какие сердцевинные, зайка моя? Какая-то вообще сердцевина. Первичный поводящий пучок? Нет. Ой, первичный. Межпучковый камбий? Межпучковый камбий. Первичный, первичный паренхимный луч. Молодец. Это первичные паренхимные лучи, которые образованы межпучковым камбиям. Разницу чувствуем, да? Сердцевинные лучи. Я не помню, кто мне про них сказал. Сердцевинные лучи, ребята, это в стебле. Слово сердцевина относительно корня лучше вообще не употреблять. Итак, все эти дырочки – это первичные паренхимные лучи. Дальше. Гигантские дырки, как вы понимаете, просто гигантских размеров – это, конечно, вторичный эксилем. Как вы видите, на самом деле между этими гигантскими просветами созудов довольно много паренхимных клеток. Причем обратите внимание, вокруг каждой гигантской дырки находится энное количество мелких клеток, которые окрасились красным. Если окрасились красным, значит, покрашено, скорее всего, флороглюцином, который окрашивает лигнифицированный элемент. То есть вокруг гигантской дырищи сформирован такой предохраняющий механический столб, чтобы, не дай бог, ее вот там как-нибудь эту дырку не перекосило. Это очень важно, потому что могут возникнуть две проблемы. Первая проблема – когда у вас слишком много воды, и это может просто распирать наружу, и тогда этот механический каркас поможет. Но может быть и противоположная ситуация – это то, что из-за отрицательного давления, которое может сформироваться внутри сосуда, у вас сосуд может просто схлопнуться. Ровно поэтому начали формироваться в трахеидах и трахейных элементах утолщение боковых оболочек, боковинных оболочек. Потому что если вы делаете вот так, если у вас вот эти вот щечки, условно говоря, слишком мягкие, то, соответственно, схлопывание неизбежно. А если они имеют свою определенную механическую прочность, то да, у вас может образовываться отрицательное давление, но стенка довольно прочна для того, чтобы это не произошло. Это, значит, к чему это долгое разглагольствование? К тому, что, значит, здесь, как вы понимаете, ксилема сложная ткань, она очень неоднородна. Дальше. Вот примерно где-нибудь вот здесь, вот если приманительно присмотреться, вы увидите. Здесь они как-то, знаете, слегка желтоватым окрашены, но это как бы дополнительная окраска, это не всегда так видно. Это, соответственно, камбиальные элементы, то есть это будет пучковый камбий. На самом деле он продолжается вот сюда же, но просто здесь как-то это не очень видно, но поверьте мне, это так. Итак, пучковый камбий. Снаружи от себя вы видите довольно тоже круглые, но широкопросветные клеточки. Это, соответственно, вторичная флоэма. При этом вот здесь вот у нас явно функционирующие клетки флоэма, потому что они довольно широкопросветные. А чем ближе мы находимся к периферии, чем ближе вот сюда к периферии, тем клетки становятся более уплощенными и менее круглыми. Там могут быть кто-либо нефункционирующие флоэмные элементы, вторичные флоэмы, либо механические какие-то элементы. Ну и, как вы понимаете, если мы захотим найти какую-нибудь вторичную, первичную флоэму, то она будет где-нибудь вот здесь вот в мусипусичном вариантике. Здесь будет ее сложно найти. И последний вопрос к вам. Как будет называться ткань, которая будет находиться снаружи в форме тыквы? Перидерма. Молодец, зайка моя. Как вы видите, все это вместе, довольно большой кусок, возникает вопрос, а где здесь первичная ксилема? Но для того, чтобы вам это показать, мне нужно сделать... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я должна поменять цвет. Вот. Значит, мы нашли дырку, да, мы нашли первичный паранхимный луч. Вот он. Мы идем в основание первичного паранхимного луча, и мы наблюдаем здесь такую маленькую красненькую штучку. Дальше мы предполагаем, что это корень, и ведем от нее, соответственно, лучик. И в итоге у нас получается, что вот она, красная звездочка, с большим метоксилемным элементом посередине. Вот она, наша первичная ксилема. То есть мы с вами нашли дырки, то есть мы нашли с вами первичный паранхимный луч, мы пришли в основание первичного паранхимного луча и увидели некую закономерность в расположении первичной ксилемы. Это единый кусочек, который расположен в виде звездочки. Ну, в данном случае с четырьмя лучами. Так, следующая наша с вами картинка. Все то же самое, да, только вот в классике. Здесь, конечно, вы все увидите. Да, обратите, пожалуйста, внимание на цифру 7. Паранхима вторичной коры. Это не всегда... Ну, этот термин употребляется, но я его чаще видела в такой, скорее, школьной литературе, нежели чем в литературе вузовской, что подразумевается под вторичной корой. Значит, здесь цифркой 7 обозначены паранхимные клетки, располагающиеся над вторичной флоемой. Вот здесь. Ребят, это... Как бы вам сказать? Да, действительно, там располагаются паранхимные клетки. Да, они могут выполнять запасающую функцию. Но вы должны понимать, что паранхимные клетки, располагающиеся под номером 1, вот здесь вот я напишу, и под номером 2, они разные. Потому что эти образованы межпучковым камбием, а эти образованы пучковым камбием. Эти подчиняются желаниям флоемы и перидермы, эти подчиняются сами себе. Поэтому тут как бы можно говорить, конечно, про вторичную кору, но это такой термин скользковатый. Поэтому аккуратнее его употребляйте, если вообще употребляете. Следующее наше с вами растение – это клематис. Скажите мне, пожалуйста, это однодольное или двудольное? Двудольное. Это же лютиковое. Однодольное, двудольное. Это двудольное, да. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ровно двенадцать. Да, совершенно верно. Это двудольное, это лютиковое. Здесь не больше двенадцати. Здесь как раз ровно… В том-то и фишка, что здесь ровно двенадцать. И это двудольное. Поэтому, когда ровно двенадцать, это все еще двудольное. А вот если было бы тринадцать, то были бы большие вопросы. По сравнению с тыквой, у клематиса вторичное утолщение развивается не так масштабно, как у тыквы. Как вы видите, размеры первичной ксилемы остаются довольно большими по сравнению с размерами вторичной ксилемы. То есть тут, конечно, возникают большие вопросы со всем этим делом. Что мы с вами наблюдаем? Ну, во-первых, мы наблюдаем, вот они, наши с вами, вот они, первичные паренхимные лучи. Первичные паренхимные лучи отходят ровно от окончания звездочки первичной ксилемы. Ну, здесь понятно, да? Ровно между лучами первичной ксилемы находятся элементы вторичной ксилемы. Они более широкопросветные, да, при этом так четко располагаются друг относительно друга, такими строят. То есть вы видите, вы даже, у вас как бы создается такое ощущение, что вы можете проследить последовательность клеток, которые заложились от одной инициальной. То есть что я имею в виду? Вот раз клеточка, под ней вторая клеточка такого размера, под ней третья клеточка такого же размера, четвертая. То есть предполагается, что вот у нас клеточка номер один, это как бы инициаль, она начинает делиться, и ровно под ней образуется ряд клеток. Если вы посмотрите сюда, то вы, в принципе, можете увидеть закономерность, как эти инициали образовывались. Здесь все более-менее очевидно, да? И как вы понимаете, то из чего будут образовываться эти клетки, кто будут инициальными, инициальными будут, соответственно, клетки камбия. В данном случае вы не можете четко отследить, первичные паранхимные лучи отходят от звездочки первичной ксилемы. Да, верно. Первичные паранхимные лучи отходят от, как бы, острия звездочки первичной ксилемы, да. Они в нее утыкаются, они от нее отходят. Здесь вы четко не можете сказать, где клетки камбия. Как говорит мой коллега Николай Александрович Веслобоков, он основной тренер по ботанике на всей России, вообще замечательный ботаник. В принципе, вы никогда не можете четко ткнуть в клетку и сказать, что это точно клетка камбия. Потому что, как вы помните, клетка камбия никогда сама не превращается в ту ткань, которая из нее образуется. Клетка камбия делится, образуя паранхимные клетки. И эти паранхимные клетки потом перерождаются в клетки ксилемы или флоэм. Поэтому точно ткнуть в какую-то клетку и сказать, что это камбий, вы не можете. На самом деле вы говорите как? Вот вы там, условно говоря, очерчиваете какую-то зону, и вообще-то корректнее сказать, что это камбиальная зона. Вот так вот корректнее. Но мы так не делаем, мы просто говорим клетки камбия. Но понимать вы это тоже должны. Над ними располагаются флоэмные клетки. Вот здесь вот уже механические элементы флоэма, скорее всего, протофлоэмные волокна. А вот то, что я сейчас зарисовываю, вот это, в принципе, можно назвать паранхимой вторичной коры. То есть это паранхима вторичной коры. Но, как вы понимаете, это все равно флоэмная паранхима. Вот в этом районе это будет паранхима, образованная из межпочкового камбия. Ну, а снаружи, как вы понимаете, передерма, но здесь она плоховато видна, потому что здесь все это слетело. Вот такой вот замечательный клематис. Ну, еще, да, надо обратить внимание, что у клематиса по центру, да, вот здесь вот метоксилемные элементы, они такие довольно широкопросветные. В принципе, все. Следующее наше с вами растение – это сосна. А вот тут сложнее. А давайте мы начнем сразу с, наверное, я даже не знаю, что начать тут. А вот мы изучаем вторичное утолщение, а я так и не понял, где оно расположено. Вторичное утолщение корня. Так, смотри, Ромочка. Вторичное утолщение корня. Рисунок номер один. Рисунок сосна – это не двудольная. Зайка моя сосна – это же голос имяной. Это что, шишки у сосны. Значит, рисунок номер один – это, например, корневая система дуба, который пророс из желуди где-нибудь в середине апреля. Значит, мы сейчас с тобой находимся в июне. Значит, так, это у нас июнь дуб. Значит, вот у нас корневая система. Что рисую? Вот у нас, значит, корешочки всякие. Это все первичное строение корня. Первичное строение. Соответственно, здесь у нас будет корневой чехлик. Здесь вот волосы, значит, корневые волоски в масштабе. С масштабом у меня плохо. Здесь это типа боковые корни. Еще раз, извините, про масштаб. Все нормально. Где-нибудь, например, в районе июля, рисунок номер два, июль. В июле дуб вспоминает, что он дуб, он дерево, он будет жить долго и счастливо. И поэтому для того, чтобы перезимовать, ему нужна передерма. Перидерма. К этому моменту часть его корней. Он понимает, что вот часть корней подохнет, а часть останется. И вот та, которая останется, ну, например, мы продолжим наш рисуночек. Вот у нас так, вот типа корешочек раз, корешочек два. Мы вот только про них будем говорить. Потому что мы считаем, что корешочек три, четыре и пять. Это, соответственно, нам не подходит, потому что они сдохнут. Потому что дуб посчитал, что все, вот они будут всасывать в воду минеральные вещества все то время, пока это можно будет сделать. Потому что, когда наступит совсем холода, эти корни полностью отомрут. А корень один и два останется, потому что это то, из чего мы потом на следующий год будем делать всасывающие корни. Ну, в общем, всякая такая история. Корень один и корень два. У них в июле начнется постепенно, да, у них здесь вот есть боковые корни. В июле у них верхняя часть начнет постепенно покрываться передермой. Перечем передермой в один слой. И когда у нас будет передерма в один слой, то, в принципе, там еще как-то можно функционировать. То есть там вторичное утлощение можно не делать. А нижняя часть, где есть корневые волоски и так далее, она все еще продолжает функционировать. Рисуночек номер три. И у нас уже сентябрь. К сентябрю корешочек один и корешочек два. Во-первых, по всей длине будет одет передермой. То есть корневые волоски и вот это вот все, вот это вот строение, оно уже там все будет передерме. Потому что еще раз, надо перезимовать. И где-нибудь, начиная с зоны проведения, у нас начнет формироваться вторичное утолщение корня. Ну вот так я тебе все это показываю. То, что будет ниже зоны проведения, оно потом перейдет в вторичное утолщение, но не справа. Потому что, с одной стороны, мы должны сохранить корневую опекальную меристему. Она не должна умереть, она должна по весне проснуться, и мы должны дальше его украсти. Поэтому сделать вторичное утолщение под зоной сасывания, роста растяжения, мы там не можем сделать вторичное утолщение. Потому что нам функционировать корневая опекальная меристема, там про дифференциацию тканей не слышали. Да, другое дело, что там уже не будет зоны корневых волосков, на следующий год ничего не будет. Но зона роста и растяжения, деления, они останутся. Просто там все сразу будет, практически сразу уходить во вторичное утолщение. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Не знаю, ответила, не ответила. Понял, спасибо, хорошо. Так, сосна. Значит, еще раз, сосна – это голосемяное. Как вы помните, голосемяные умеют вторично утолщаться, потому что они… А до скольки будет занятие? Сейчас 17.46. Еще полчаса, как минимум. Так, что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим звезду. Давайте прочертим ее. Раз, два, три, четыре, пять. Звезда. Дальше давайте смотреть, что мы видим. Мы у этой звезды видим дырки между звездами, дырки между лучами. Раз дырка, два дырка, три дырка, четыре дырка и пять дырка. Окей. Дальше смотрим, предполагаем, а вдруг это корень. А во что утыкается наш паренхимный луч? Что мы видим? Здесь, значит, видим вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. К тому же вот эти вот красно-покрашенные клеточки нам подсказывают, что, скорее всего, это ксилерные элементы. Здесь просто употреблен немножко другой краситель, поэтому здесь немножко такая путница. Вообще-то все должно быть красненьким. То есть здесь мы видим по центру такие довольно широко просветные клетки, но, тем не менее, они не настолько сильно с синим окрашены. Здесь просто, вы должны понимать, здесь употреблен немножко другой краситель. Здесь не флороглюцин. Здесь клетки, которые подверглись лигнификации, они окрашиваются в синий цвет. Это другой краситель, другой тип красителя. По-моему, это сафронин. И здесь, да, широко просветные клетки, но они не настолько сильно лигнифицированы. А вот в этих здоровых лучах, которые мы с вами в первую очередь опили, клетки тоже довольно широко просветные, но при этом они гораздо сильнее лигнифицированы. Дальше, что мы видим? Мы видим, что у нас... Мы видим, что вот эта зона, да, она сильно лигнифицирована, а дальше у нас есть, условно говоря, другая зона, которая также находится над ней, но при этом там не настолько широко просветные клетки, они такие вытянутые, и, скорее всего, это клетки флайма. И есть какой-то переходный этап между ними. Дальше, что мы еще с вами здесь наблюдаем? А еще мы с вами здесь наблюдаем очень странные дырки. Причем эти дырки, они встречаются как в зоне проводящих элементов, так и, я их, правда, закрасила, вот в зоне паренхимных лучей. Что это за дырки? А дальше мы с вами, вспоминая, что смоляные ходы, да, сенят, совершенно верно, это смоляные ходы. Дело в том, что вне зависимости от того, у вас первичное строение корня, вторичное строение корня, стебля, неважно, если это белосемяное, у них очень часто встречаются смоляные ходы везде, потому что это и способ охраны от всяких гадов и так и далее. Вот, поэтому, да, эти смоляные ходы можно встретить как в проводящих элементах, так и в паренхимных лучах. Смоляные ходы – это такие полости, да, внутри которых течет смола. Смола – это вещества терпеноидной природы, то есть это терпены или изопрены, по-другому их называют. Когда вы трогаете сосну, очень часто вы у вас что-то такое липкое вляпываетесь. Вот это и есть смола. Смоляные ходы также часто встречаются, например, у вишни. Если вы раните вишню, сливу, вот у яблони меньше, а вот вишни и слива у них тоже очень часто встречаются смоляные ходы. Они встречаются часто, да. Вот, в принципе, здесь более-менее все понятно. Опять же, важен подход. Что мы ожидаем, увидим, что мы увидели. То есть вы последовательно разбираете каждую картинку, да. Вы помните, что у вас должна быть вторичная вселема, вторичная флоэма, камень между ними, первичные паренхимные лучи, и в основании первичного паренхимного луча должна быть звездочка первичной вселемы. И вы постепенно выискиваете все это. Просто, например, вспомним тыкву, там гигантские объемы вторичных тканей и очень маленькие объемы первичных. У сосны примерно одинаковые. У клематиса чуть больше вторичная, чуть меньше первичная. То есть у вас есть шаблон, программа, по которой вы анализируете срез. Поэтому давайте приступим дальше к этому шаблону. Либо мы можем с вами уже перейти к метаморфозам, потому что мы когда-нибудь должны с вами к ним перейти, потому что разбирать мы можем все это долго. А, ровно то же самое, только... Ладно. Нет. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Вот, это сосна. То же самое. Красный фасор, вторично утолщенная, только здесь есть элемент отхождения бокового корня. Вот. Здесь, кстати, очень интересный срез. Интересно сможете вы его понять. Хотя ладно, не буду. Это я вам в следующий раз все дам. Так, это мы... Давайте с вами перейдем к особенным корням, которые не только вторично утолщаются, но при этом они вторично утолщаются для того, чтобы запасать питательные элементы. Мы сейчас об этом поговорим чуть вскользь, а когда мы будем проходить метаморфозы, будем говорить об этом подробнее. Как вы понимаете, речь идет о корнеплодах. И не просто о корнеплодах, а о запасающих корнеплодах. Вернее, они все запасающие, простите. И тут возникает вопрос, а где вы собираетесь все это запасать? Либо в ксилемной перенхимии, либо в оффлайемной перенхимии. И в зависимости от этого... Тут лучей. Сколько тут лучей? А это, еще раз, это особые вторично утолщенные корни. Это корни корнеплодов. Тут не совсем подход нужен. Насколько я помню, редиска – это вообще не однодольная. А редиска – это двудольная, потому что оно корнистоцветное, кажется. Вот тут меня поправьте, я могу ошибаться. Что вы здесь на самом деле видите? На самом деле вы здесь видите диархный радиальный проводящий пучок. Вы скажете, где? Давайте смотреть. А вот у нас есть первая кучка ксилемных элементов по центру. И вторая кучка... Но это не ксилемные элементы, простите. Это на самом деле протоплаймные волокна. Короче, типа бывшие флаймы. Бывшие первичные флаймы. А вот... Другой цвет нужен. Другой цвет. Другой цвет. Вот. А вот это, то, что я сейчас закрашиваю, это на самом деле ксилемные элементы. И самые двуаловные, простите, два луча вот. Вот первый луч. Ой, пардон. Вот второй луч. Потому что у них диархный радиальный проводящий пучок, насколько я помню. А все остальное – это уже особые разрастания, особые элементы того, что это корнеплод. Потому что у нас есть первичные перенхимные лучи. Но я вам забыла сказать, и специально показываю сейчас это, есть вторичные перенхимные лучи, которые могут образовываться уже, и они образовываются не из межпучкового камбия, а они образовываются из пучкового камбия. То есть вторичные перенхимные лучи дополнительно прорезают толщу ксилемных элементов для того, чтобы увеличить витальность этих тканей. Никогда в жизни не догадалась бы, какие два луча главные. Да, поэтому я здесь, дети мои. Я с вами. Итак, ну, в принципе, что вы здесь видите, да? Что мы видим? Вот, ой, давай рисовать. Вот паренхимный луч, паренхимный луч, паренхимный луч, паренхимный, 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 паренхимный. Самое главное – увеличить витальность. Страшно будет такое, наверное, пятое. Да не страшно, не страшно. Еще раз, вы редиска, вы корнеплод. Вы хотите запастить вкусные питательные элементы, вам нужна куча паренхимы. Только вы либо эту паренхиму сделаете в ксилеме, либо вы эту паренхиму сделаете во флоэме. Догадайтесь, в чем, где больше паренхимы у редиски – в ксилеме или во флоэме. Конечно же, понятно, да. Конечно же, в данном случае в ксилеме. То есть, так, понятно, это ваши обсуждалки. Следующий наш с вами корнеплод. Ну, пожалуйста. Следующий наш с вами корнеплод – это барабанная дробь. Значит, как вы думаете, этот корнеплод запасает питательные элементы в паренхиме ксилемы или в паренхиме флоэме? Вот этот корнеплод – ксилема или флоэма? Флоэма. Да, совершенно верно. Здесь больше флоэма, совершенно верно. При этом обратите внимание на периферийные участки, вот на эти участки. Они окрашиваются красным, потому что в какой-то момент флоэмные элементы ближе к периферии переходят в… начинают обманять в механическую функцию, и в итоге это все окрашивается в красноватые. Но самые супершироко просветные элементы мы с вами видим вот здесь, вот они по центру. Возникает вопрос, а где здесь первичная ксилема? Где эти лучи и скольки архны был пучок? Что мы смотрим? Значит, мы смотрим на дырку раз, смотрим на дырку два, смотрим на дырку три, смотрим на дырку четыре. Дырка четыре не очень хорошо сформирована. Она такая, скорее, у меня в данном случае интуитивная, но, в принципе, более-менее здесь все хорошо прослеживается. А это же петрушка? Да, это петрушка, совершенно верно. Ну, пожалуйста, переключись. Ладно, значит, на данный момент что мы с вами делаем? Мы сейчас с вами… Сейчас я остановлю демонстрацию экрана. И мы с вами сейчас на 30 минут углубимся в рассматривание… Как это называется? Метаморфоз камней. Так, это мы с вами закрываем. Значит, у меня в метаморфозах довольно много анатомии, но так, не супер сильно все-таки. Поэтому что мы… Какие-то части я буду довольно быстро пробегать, какие-то все-таки не так быстро. Так… Поехали. Итак, давайте сначала с вами… Значит, давайте в первую очередь зададимся вопросом. Во-первых, что такое метаморфоза и как мы ее с вами понимаем? И зачем она возникает? Значит, если по какой-то причине корень… Ну, например, в данном случае корень, потому что мы его рассматриваем. Если корень начинает специализироваться на какой-то суперодной функции, причем чаще всего не очень сильно связанной с основными функциями, и его анатомия начинает меняться из-за того, что он выполняет какую-нибудь не такую функцию, то это… и эта анатомия при этом закрепляется на ПМЖ, то тогда мы говорим о том, что вот эти вот изменения анатомические, они называются метаморфозом. По сути… А, вот что такое значительное изменение, все, я поняла. Итак, значит, если какая-то дополнительная функция начинает превалировать над основной, и из-за этого меняется анатомия, то это метаморфоза. Дальше возникает вопрос, а какие глобально существуют метаморфозы, и зачем они вообще нужны? Глобально есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий – это какая-то суперспециализированная функция. Ну, тебе же плохо живется, и вот ты решил, что, значит, тебе нужна какая-то суперфункция. Тогда ты, значит, идешь по пути супермена. Ну и второй вариант развития событий, конечно же, это функция запасания, потому что она очень часто встречается, и тогда, в общем, ты идешь либо по пути развития хомяка, либо по пути развития супермена. Вот. Дальше возникает вопрос, а если мы идем по пути хомяка, что мы вообще можем запасать? Как ни странно, очень часто воду, то есть вода, как то, что мы хотим запасти, очень часто превалирует. И, правда, есть товарищи, которые суперспециализируются на том, что они запасают воду, и тогда мы говорим про суккуленты. Вот. Но не надо думать, что второй вариант развития событий, когда мы запасаем сахарат или фотоассимиллят, в общем, какие-то соединения, которые мы достали из листьев или из корня, что там тоже нет воды. Там тоже есть вода в довольно больших количествах, но просто мы говорим о том, что там осматические компоненты будут уже другими, и поэтому... Женечка проснулась. Или проснулась я. Какая функция радиальных лучей? Значит, радиальные лучи, эти первичные паранхимные лучи, вторичные паранхимные лучи, они нужны для того, чтобы а. запасать питательные вещества, и б. что очень важно, контролировать дохлые элементы, дохлые проводящие элементы. Это очень важно. Особенно, когда мы говорим про формирование вторичных паранхимных лучей, это вот как раз история про контроль за дохлой ксилемой. Ну, а также запасание, конечно. А если очень-очень припрет, то эти паранхимные клетки могут быстренько поделиться и там что-нибудь заполнить, какую-нибудь дырку. Итак, теперь давайте переступим к корням. Здесь перечислено 11 метаморфоз корней, но, как вы понимаете, их на самом деле больше. Я здесь не все перечислила. Глобально метаморфозы корней делятся на четыре типа. Значит, первый вариант – это запасание питательных веществ. Мы с вами об этом говорили. Дальше я потом все буду рассказывать. Следующий вариант – это когда мы ищем дополнительную опору. Это либо дополнительная опора, либо основная опора, либо поиск опоры. И все это тоже, значит, может поддерживаться благодаря метаморфозам корней. Следующий вариант развития событий, и тут довольно странная история, это дополнительная защита. То есть мы хотим защитить себя, организм, мы хотим защитить, в общем, главное – защитить себя. Ну и четвертый вариант – это помощь в получении дополнительных питательных веществ. И тут оказывается, что максимальное количество метаморфоз сосредоточено либо в пункте 4, либо в пункте 2. Ну, давайте по порядку. Начнем мы с вами с помощи в получении дополнительных питательных веществ, потому что там их, по-моему, 7. Значит, что у нас есть? Во-первых, образование клубеньков и образование микоризы. Да, это видоизменение, потому что анатомия меняется. Коралловидные ассимилирующие корни – это тоже сильные изменения в анатомии корней. Дыхательные и воздушные корни – это тоже помощь в получении питательных веществ, но при этом воздушные корни могут обеспечивать и функцию прикрепления к сукстрату. То есть если клубеньки микоризы, коралловидные ассимилирующие, дыхательные – это вот именно получение питательных веществ тех или иных, то воздушные тут как бы такой двоякие. Ну и, конечно, не надо забывать про гаусторий, потому что растения тоже бывают поразительными, потому что гаусторий – это особый тип. Ну а теперь давайте все по подробности. Тут я должна вспомнить, что я все-таки физиолог растений, и моя, значит, метущаяся душа решила рассказать вам про симбиотическую азотфиксацию. Здесь будет… в основном это будет про физиологию и чуть-чуть про анатомию. Буду пробегаться быстро, вот, поэтому, если что, задавайте вопросы. Лучше всего задавать не через чат, а через микрофон. Мне так быстрее и удобнее. Итак, симбиотическая азотфиксация встречается трех видов. В зависимости от того, кто у нас фиксирует, и, в общем, кто растение, кто азотфиксатор. Самый широко известный, широко изученный – это, конечно же, бобово-резобиальный симбиоз. Бобовые вступают в симбиоз с резобиум. Резобиум. Значит, резобиумы бывают разные. В зависимости от того, какое бобовое резобиумы бывают, либо суперспециализировано на конкретное бобовое, либо такой типа нашим-вашим вместе с пляшем. Но чаще всего они вот довольно узкоспециализированы. Особые два типа симбиоза – это, конечно же, актиномицеты из рода Франкии, и тогда мы говорим про облепиху, ольху, какую-нибудь там макрозамию и так далее. И сейчас с анатомической точки зрения мы вот это не имеем в виду, потому что у ольхи, облепихи и макрозамии образуются особые типы корней, которые называются коралловидные корни. Давайте перелеснем на предыдущую картиночку. Вот у нас эти коралловидные корни. То есть это азотофиксирующие корни у облепихи, ольхи, макрозамии и так далее. У них особая анатомия, особая морфология, поэтому сейчас мы немножко не забудем. И, конечно же, папоротник, водный папоротник азола. Вот он так вот выглядит. И цианобактерии из анабоены. Анабоена-азолая. То есть это особый тип анабены. Я, правда, почему-то читаю анабоены. Вообще-то правильно читать анабены. Я не знаю, почему я так говорю. В общем, анабена, который конкретно вступает в азолы. И надо отдать должное, что это довольно эффективный азотофиксатор. А давайте теперь посмотрим на циферки. Значит, что у нас оказывается по циферкам? Что самые-самые крутые азотофиксаторы – это альха. Ну, то есть почему альха? Да, потому что в нашей полосе облепиха, заросли облепихи у нас бывают только на приусадебных участках. А альха все-таки такое дикое дерево. И альшанники часто встречаются в больших количествах. И получается так, что симбиоз с актиномицетами франки отказывается самым выгодным. Это самый успешный такой симбиоз. Ну и надо сказать, что у моего отца одна курсница была, она закончила кафедру геоботаники. Она занималась тем, что исследовала влияние газопроводов и нефтепроводов на окружающую среду с точки зрения деревьев. И в частности, она занималась изучением фиторемедиации почв, то есть обновления, возобновления почв вокруг вот этих нефтепроводов и газопроводов. И в частности, это было связано с тем, что альшанники, альху высаживали вдоль вот этих вот нефтепроводов и газопроводов. И это было очень продуктивно, потому что они, это уж потом узнали про симбиоз именно с франки, но это было очень эффективно, быстро все восстанавливалось. А самое главное, альха – довольно быстро растущее дерево. То есть суперфиторемедиация для вот тех довольно сильно пострадавших участков. Так, ну это мы с вами пропустим. Это интересно. Вот. Теперь я вам расскажу, как все происходит. Сразу скажу, что это все-таки подробно все изучено на бобово-резебиальном симбиозе. Но с большой долей вероятностью у оставшихся и у альхи, и у водного папоротника все происходит то же самое. Значит, первое, что должно произойти, это то, что растение должно понять, что я хочу вступить в симбиоз. Первый шаг всегда за растением. Растение должно осознать, что ему не хватает азота. Потому что, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, если растению хватает азота и рядом приплывет резобиум и скажет «Привет, давай вступим в симбиоз», то растение его убьет. Потому что у него азота достаточно. Только в тот момент, когда растение поймет, что мне не хватает азота, что делать, я могу вступить в симбиоз. Только в этот момент растение посылает сигнал. За этим сигналом следует разоружение себя. Потому что я осознаю, что мне нужен резобий, я осознаю, что я не должна его убить. Поэтому я должна разоружить себя, я должна снизить свой иммунитет, я должна убрать все свои реакции, которые могут убить этого резобия. Итак, я посылаю сигнал. Это особые вещества, которые относятся к флавоноидной природе. Это особый набор, такой компот из веществ флавоноидной природы. При этом, как вы понимаете, у каждого бобова будет свой набор флавоноидов, на который ответят конкретные бактерии. И только они. Потому что я резобий какой-нибудь люминали, и я понимаю, что я хочу только с люпином вступить в реакцию. Поэтому я, правда, не уверена, что именно с люпином. Я сейчас могу немножко ошибаться. Я должна, значит, мне нужно вот три молекул, чтобы смесь состояла из трех молекул вот этого, четырех молекул вот этого, пяти вот этого. А вот этого вещества быть не должно. То есть очень специфический сигнал. Дальше, когда бактерия это все узнает, бактерия же тоже должна разоружиться. Потому что, как вы понимаете, у бактерии снаружи куча всего. И она говорит, ой, ребят, меня позвали. Ну, в принципе, я, да, да, я готов вступить в симбиоз. Все, шикарно. Значит, что делает бактерия? Во-первых, параллельно бактерия начинает разоружаться. А во-вторых, она должна ответить. Она должна сказать растению, что да, я здесь, я готова вступить в симбиоз. В ответ бактерии выделяют особое вещество, которое в основе цепочки. У нее лежит мономер хитина. Но к этому мономеру хитина присоединяются различные жирные кислоты. И вот в зависимости от того, как это все украшено, какими жирными кислотами, с какой периодичностью, это является уникальным ответом бактерии. То есть я растения посылаю специфические вещества в почву, а бактерии их узнает. Потом бактерия должна ответить мне, что да, мой дорогой, я готова вступить с тобой в симбиоз, поэтому вот тебе мой ответ. Короче, обменялись любезностями. Но как вы понимаете, и когда происходит обмен вот этими ответами, у обоих организмов начинают включаться особые гены, которые контролируются вот этим not-фактором. Что такое not? Потому что по-английски клубенек – nodule. Обоюдное согласие. Да, обоюдное согласие на свадьбе, да, совершенно верно, обоюдное согласие на свадьбе, да. Вот, соответственно, эти not-гены – это те гены, которые активируются в ответ на вот этот обмен любезностями. Nodule – это клубенек по-английски, поэтому они называются not-фактор, not-гены и так далее. Ну а дальше начинается инфекционный процесс. В прямом смысле инфекция. Потому что, да, я потом туплю с ним симбиоз, да, я потом буду получать от него азот. Все шикарно, только это инфекция, и она проникает в меня. Я разрешаю инфекции проникнуть внутрь меня. Образование клубенков происходит всегда только в зоне всасывания, потому что корневой волосок – особо нежная, тонкая структура, там самые такие суперпроницаемые клетки, да, в смысле стенки, поэтому все идет через корневой волосок. Итак, что происходит? Резобий подходит к корневому волоску, а они подошли, потому что обмен факторами, бля-бля-бля, тра-ля-ля, все замечательно. Растение снимает свою защиту, и бактерия снимает свою защиту. Дальше корневой волосок начинает активно, сильнее расти в длину и как бы загибается на конце в петельку. Дальше через в районе этой петельки бактерии проникают внутрь корневого волоска и попадают в основание трихобласта. Дальше постепенно все эти бактерии занимают большое количество клеток в паронехимии первичной коры. То есть, что у нас получается? Вот, посмотрите, вот сюда. У нас клубенек в итоге потом оказывается в районе первичной коры. Дальше. Что происходит дальше? Вокруг этих резобиев, значит, как вы понимаете, размер клетки растения гораздо больше, чем размер клетки бактерий. Надеюсь, это в голове вы держите. Поэтому у нас образуются особые штуки, которые называются резобии. Резобий. То есть, бактерия называется резобиум, а особая анатомическая структура называется резобий. Что такое резобий? Давайте смотреть сюда. Вот это... Вот это... Ой, сейчас, извините, мне нужно порисовать. Нет, 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 пожалуйста, нет. Сейчас, ребята, извините, пожалуйста, указатель. Значит, смотрите. Вот это бактериальная клетка. А вот это клеточная... Ой, извините, вот она. Вот она. Вот это плазмолема, а вот это клеточная стенка растительной клетки. То есть, что такое резобий? Резобий – это когда в растительную клетку забивается энное количество бактериальных клеток. У резобия особая, значит, оболочка, потому что там формируется такая двумембранная структура. Значит, смотрите, вот эта вот бактериальная клетка, вот это вот особое, значит, межрезобиальное пространство, потому что там особые вещества. А вот это снаружи – это мембрана, резобиальная мембрана, которую сделала растительная клетка. Она туда поместила особые переносчики, особые рецепторы. То есть это особая мембрана. Вот. В этих резобий, эти резобии, давайте смотрим сюда, эти резобии, как сельди в бочке, набиваются в этот клубенек. Но это все еще не клубенек, потому что помимо резобиев у нас должна быть особая структура снаружи. Смотрим вот на эти клетки. Видите, они такие вытянутые, продолговатые. Что это за клетки? А это клетки, которые защищают этот клубенек. Чаще всего это какие-то механические клетки, то есть либо это покровные ткани, иногда это механические ткани. Тут все зависит от того, сколько клетка собирается, сколько клубенек собирается жить. Но что еще важно? Резобии могут по-разному строить свое взаимоотношение с бактериями, то есть растения будут по-разному строить взаимоотношение с бактериями в зависимости от того, что за резобиум попался. Значит, в чем разница? И тут мы должны посмотреть на вот эту картиночку. На вот эту вот. Значит, первый вариант развития событий – это когда бактерия практически полностью разряжается. То есть она снимает с себя почти все свои оболочки. Она говорит, да, дорогая, дорогой растение, я готова с тобой до конца в огонь и воду, медные трубы. Только есть одна проблема. Когда растение решит избавиться от клубеньков, все бактерии погибнут. Но благодаря тому, что бактерии полностью разряжаются, скорость обмена веществами между бактерией и растением возрастает просто в безумное количество раз. Но есть второй вариант развития событий. Бактерия говорит, что, знаешь, что, дорогой, я, конечно, тебе доверяю, но не настолько. Поэтому полностью все с себя снимать я не буду. Да, это тормозит обмен питательными веществами под 100 века, да. Да, это тормозит обмен питательными веществами, но при этом, когда растение считает, что все, досвидули клубеньки, бактерии выживают. И в зависимости от этого могут формироваться однолетние клубеньки, многолетние клубеньки. И тут будет все зависеть, конечно, от того, что у нас за растение и что за резобии. Вот, посмотрите, многолетний клубенек, вот эти суперчерненькие, да, это вот эти у нас резобии, да. А вот здесь это более, менее электроплотные, это просто паренхимные клетки. И вот тут довольно большие механические и передермальные элементы, то есть многолетний клубенек. А вот однолетний клубенек, как вы понимаете, тут особых механических элементов, механических передермальных элементов здесь мало. Так, нитрогеназа. Нет, это я не буду вам рассказывать, это очень долго, это все долго. Значит, что скажу? Скажу, что самый главный фермент, который работает у бактерий, называется нитрогеназа. Но у нитрогеназа есть одна большая проблема. Если нитрогеназа встретится с кислородом, то она скажет goodbye. Почему важно с анатомической точки зрения, вот сюда посмотрите, да, почему важно с анатомической точки зрения снаружи все-таки какую-то там эндодерму или передерму сделать? Потому что эта штука должна будет пропитаться с суберином, а как вы помните, суберин не проводит ни воду, ни газа. Для нас, с точки зрения нитрогеназы, главное не проводить газы. Но тут должны почесать репу 10- и 11-классники, и они должны вспомнить, что да, нитрогеназа – это прекрасно, но кислород во всей этой эзотификсации все равно нужен. А 7- и 8-классники и 9-классники могут просто поверить мне на слое. То есть конфликт интересов. Кислород убьет нитрогеназу, но для того, чтобы вся эта машина работала, кислород все равно нужен. Что делать? И тут на помощь нам приходит фактически аналог гемоглобина. Если вы когда-нибудь вживую видели клубеньки, а вот это вот живые клубеньки, которые просто срезали, разрезали пополам, вот это вот ярко-коричневое, кирпичного цвета, кирпичного цвета месива – это непосредственно живые бактероиды. А более прозрачные снаружи – это механический элемент, короче, скорее всего, субериноподобные какие-то штуки. Внутри растительные клетки начинают синтезировать особое вещество, которое называется легоглобин. Или иногда его называют леггемоглобин. В общем, смысл в том, что это белок, который очень похож на гемоглобин, только белковая часть выглядит по-другому, а внутри там вставлен гем. В чем смысл? Это как в нашей крови гем хватает кислород и приносит конкретно тому белку, который нуждается в кислороде. При этом нитрогеназы с ним вообще никак не контактируют. Поэтому что у нас получается? Когда мы говорим про образование клубеньков, у нас сильно меняется анатомия и очень сильно меняется физиология. Поэтому да, это метаморфоза, причем сильная. То есть если все оставшиеся метаморфозы, хотя там еще одна будет одна такая же сильная, они связаны с тем, что ну вот мы сделали такую анатомию, и все, мы больше с ней там, условно говоря, не разговариваем, то здесь это инфекционный процесс, это все очень сложно. И не дай бог ты слишком долго встречаешь свою бактерию. Ну, долго она к тебе едет. Потому что приехать может не она, приехать может кто-нибудь другой. И тут возникает вопрос, а что делать дальше? Потому что если кто-то приехал другой, то до свидания растений. Поэтому это очень опасный процесс, и он так жестко контролируется. Так, ладно, это вам не надо. Вот. Все то же самое в картиночках. Давайте посмотрим, это у нас клевер. Это у нас, господи, по-моему, это нут. Вот эти вот клубенечки, соответственно, на корешочках. А это азола, водный папоротник. И на нижней стороне листьев, то есть под водой, вот здесь вот, есть особое образование, вот они, да, в которых находятся вот эти вот санобактерии анабена. Вот, в общем, такая вот интересная штука. Следующая наша с вами метаморфоза. Еще осталось 10 минут, я это помню. Это мекориза. Долго распространяться не буду. В принципе, вы более-менее все знаете, да, что есть два типа мекоризы, эктомекориза и эндомекориза. Чем они отличаются? Эктомекориза в основном у древесных растений, и гиф и гриба плотно обволакивают сам корень, весь-весь корень, такой как бы как чехольчик из гиф надевается. Этот чехольчик будет называться сеть гартига. Вот, посмотрите, вот она, сеть гартига. Гартик – это такой вот биолог леса, такой основатель течения. Вот, и так как надевается плотный чехол из гиф на корень, то корневых волосков вообще практически нет. Ну, то есть нет корневых волосков у этих корней. А корневой чехольчик, если и присутствует, то, знаете, он такой типа в одну клетку, в две клетки. То есть все сделает гриб. В отличие от эндомекоризы, которая в основном встречается у травянистых растений, и она сопровождается тем, что гифы непосредственно проникают внутрь и довольно глубоко внутрь анатомии. Они заходят в первичную кору, иногда достигают эндодермы и, может быть, даже глубже. И в зависимости от того, как это все устроено, как это все сделано, выделяют три типа – арбаскулярная мекориза, эрикоидная, эрикация – это эти, верески, да, и архидная мекориза. Ну, вы знаете, что архидная и без мекориза вообще никак, никуда, ничего и не почему. Вот, поэтому все зависит от того, как это все с анатомической точки зрения устроено. Но вы должны понимать, что мекоризные гифы внутрь клетки никогда не проникают. Они обволакивают клетку, то есть они могут проникнуть через клеточную стенку и опутать протопласт клетки, но они никогда не сделают дырку в плазмолеме. Потому что если они сделают дырку в плазмолеме, то, ну, все, протопласт погибнет. Вот, и вот это вот очень важно понимать. Так, следующее наше с вами видоизменение – это коралловидные корни. Мы помним, что коралловидные корни – это про азотфиксацию. Там внутри живут актиномицеты рода франки. Что особенного? Это корни, которые обладают отрицательным гравитропизмом. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот это стебель, да, а вот это корень. Вот коралловидный корень. Но он, правда, на коральчик похож. И, как вы понимаете, он растет в ровно противоположном направлении относительно того, куда растет корень. То есть, помимо того, что, да, это древесневающая структура, то есть она обладает вторичным утолщением, но, тем не менее, что очень важно, это отрицательный гравитропизм. И это очень специфическая анатомия. То есть то, что это корень, вам может рассказать только радиальный проводящий пучок. Все. Вот то, как это выглядит. Это ростки макрозами. И, соответственно, вот эти вот пупочки, они им еще молодые, да, в основании. Кто может сказать, что это корень? Я сначала как-то видела эту фотку, подумала, о, какие-то грибосики или яйца кто-то отложил. Нет, нет, это коралловидные корни. Макрозами, если что, это саговник, вот такой вот здоровый, красивый. А еще, соответственно, архи... Я тоже, да. Облепиха и ольха ровно то же самое, да, только они немножко другого цвета. Иногда они могут выглядеть вообще как клубенечки. Вот здесь, на этой фотографии, они вообще выглядят как клубенечки, но вы не сомневайтесь, это просто молодые, они только отрастают, и они в какой-то момент, соответственно, будут расти вертикально вверх. Но в чем тут фишка? Они не всегда обязаны расти, они не всегда обязаны быть над поверхностью. Почему? Им просто нужен кислород, им нужно достаточное количество кислорода. Если почва достаточно рыхлая, то этот коралловидный корень совершенно спокойно может остаться под землей. Если же почва не богата кислородом, вот, например, в тропических зонах коралловидные корни всегда... Упс. В аваридных зонах, не аридных, простите, в тропических зонах коралловидные корни чаще всего именно торчат наружу, потому что почва очень влажная, плотная, и там просто не хватает кислорода. Но если надо, они могут, соответственно, расти в противоположном направлении. Следующий вариант добычи питательных веществ встречается у различных водных растений, которые могут, например, не вести прикрепленный образ жизни, а плавать на поверхности. И вот есть такое растение, водный рех, называется чилим. У него очень красивая филотаксисная буга. То есть такая... В общем, очень красивый филотаксис, можно посмотреть на него, на нем. А они что делают? Они свои корни, метаморфизируют в особые вот такие вот структуры, короче, куча боковых корней, энного количества порядков, и там спускают... Парокимы первичной коры там представлены хлоранхимой, то есть там содержатся хлорокласты, и они фотосинтезируют. Ну, может быть, с точки зрения анатомии это не суперведоизменение, но с точки зрения физиологии очень мощные изменения. Что еще? Конечно же, мы с вами поговорим про воздушные корни, и тут это не только орхидеи, а многие эпифиты. И тут мы должны с вами вспомнить наши ткани, которые мы с вами проходили, а именно веламин. Про это мы с вами говорили уже энное количество раз. Самая главная анатомическая особенность воздушных корней – это, конечно же, наличие веламина. Вы посмотрите, вот этот вот сероватый чехольчик – это, соответственно, веламин. Вот эта часть, да, вот здесь вот у нас корневой чехолик, дальше идет зона роста и растяжения. Как только мы переходим к зоне всасывания, там не образуются корневые волоски, а там снаружи начинает формироваться веламин. Веламин работает как губка и активно все это впитывает, напитывает. С чего состоит веламин, мы уже с вами говорили. И в зависимости от того, сколько слоев у веламина, мы можем сказать, насколько нуждалось растение в поливе или нет. Потому что если веламин не очень большой, ну, кстати, вот оно, нет, вот, смотрите, если веламин не очень большой, вот на клетке веламина, видите, он здесь в одну клеточку. Это, знаете, сделано так, для галочки. Вот, а если мы посмотрим предыдущую фотографию, то здесь веламин довольно большой, в 4-5 клеток, и это означает, что растение все-таки испытывало нужду, и поэтому нарастило себе вот такой вот веламин. Так, ну и дыхательные порни, пневмотофоры. Я на гаусториях закончу. Значит, дыхательные порни, пневмотофоры. Веламин впитывает влагу с растворенными в ней минеральными веществами, потому что капельные влаги тоже содержатся всякие минеральные вещества. Да, он вписывает влагу, а потом через экзодерму все это туда внутрь поглощается. Пневмотофоры. Дыхательные порни, особая структура, которая нужна для того, чтобы поглощать кислород, накапливать кислород. В общем, это потребность к кислороде. Если все предыдущие товарищи и ребята именно поглощали воду, минеральные вещества, в общем, еду неорганическую, то здесь потребность в газе. Нам нужен кислород, потому что корням тоже нужен кислород в довольно больших количествах. Значит, кто у нас здесь? Вот это вот водное растение, которое называется... Ненавижу его название. Жусея. Я не могу нормально это произнести. В общем, она жусея, как-то там... Какая-то она там... Досковидные корни есть, и мы сегодня о них говорить не будем. Мы будем говорить о них в следующем занятии. Значит, пневмотофоры бывают разных размеров. Вот это у нас жусея, это у нас болотный кипарис, а это мангровые заросли. Значит, напороться на такой пневмотофор врагу не пожелаешь, потому что, как вы видите, он на кончике заострен, и, в общем, напороться на это, ну, не дай бог. Что самое главное в анатомии пневмотофоров? Это, конечно же, гигантские размеры аэронхимы. Просто почти весь размер пневмотофора занимают аэронхимные клетки. На самом деле здесь не совсем верно. Здесь снаружи, конечно же, все это одевается покровной тканью. И все зависит от того, какая это покровная ткань, в смысле, кого мы имеем в виду. Если мы говорим про мангровые заросли и про кипарис, то тогда это, да, конечно, это перидерма. А если прожужусь сиею, это может быть какая-нибудь первичная покровная ткань. Вот, посмотрите, это исследование мангровых зарослей. Значит, то, что у нас под водой и над водой, как вы видите, оно отличается. В частности, оно отличается перидермальными элементами. Вот, при этом довольно большое количество чечевичек. Как вы понимаете, вот эти вот дырочки – это чечевички. Да, и должно быть большое количество. А внутри большой просвет, большой пул аэронхимных элементов. Вот, потому что самая главная функция – это доставить большое количество кислорода. Ну и последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим – это гаустория. Гаустория – это особые корни. Кто у нас там, повелика, заразиха, вся эти амелла. Гаустория бывают разные. В зависимости от того, насколько сильно паразитическое растение. То есть неправильно выразилось. Насколько сильно паразитический организм зависит от хозяина. Это может быть облигатный паразит или необлигатный. То есть насколько полностью он зависит от хозяина. В зависимости от этого проникновение паразита внутрь будет разным. Кто-то лишь поверхностно соприкасается, кто-то продирается прям внутрь-внутрь, прям глубоко, вплоть до проникновения через центральный цилиндр к оксилемным или плаемным элементам. Кто-то останавливается на паранхимии первичной коры. Как это делается? Какие методы используются? Все это по-разному. И в зависимости от этого гаустория все-таки выглядит по-разному. Вот. Ну и да. Все. На этом мы с вами закончим.